Все в своей жизни Его звали Георгий Костаки. Он родился в России в семье обрусевших греков до революции. И, сохранив греческое подданство, большую часть жизни прожил в Москве. Он собрал огромную коллекцию шедевров художников русского авангарда начала 20 века, многих из которых он открыл, десятки других, если бы не он, были бы преданы забвению. Большую часть своей коллекции Георгий Дионисович подарил Третьяковской галереи, где она стала основой собрания русского авангарда. Другая часть его коллекции стала основой музея современного искусства в Греции, в Солониках, который так и называется – коллекция Костаки. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Костака. Он тогда еще говорил, вот увидите, я буду великий. Он тогда говорил, что он будет знаменит на весь мир. Георгий Костаки, не имевший никакого специального образования, работал шофером в греческом посольстве, сторожем в финском и, в конце концов, устроился в канадское посольство. Он часто возил иностранных дипломатов по московским комиссионкам. «Каждый раз, когда я привозил в магазин посла, – вспоминал Костаки, – я подолгу бродил среди коллекционеров, слушал, что они говорят, смотрел, что они покупают». В те времена это вообще был клондайк. Он очень часто ездил по всяким маленьким магазинчикам, комиссионам, со своими, ну, с людьми, которых он возил. И я думаю, что он как-то к этому немножко привязался, пристрастился. Он сначала собирал марки, потом он собирал ковры, кашаны, то есть были такие ковры потрясающие. Потом он перешел на фарфорный старинный, потом он перешел на книги старинные, академического издания он собирал. Потом он откуда-то доставал такую потрясающую мебель, он привез стол, весь резной. То есть на нем нельзя было, естественно, кушать, потому что он весь выпуклый был. Он был рельефный, необыкновенной красоты стол. О своем первом опыте коллекционирования он потом вспомнит так. «Все то, что я собирал, уже было и в Лувре, и в Эрмитаже. Да, пожалуй, в каждом большом музее любой страны, и даже в частных собраниях. Продолжая в том же духе, я мог бы разбогатеть, но не больше». Шел 1946 год. Георгию исполнилось 33. Он женат, у него уже подрастают первые двое детей – Инна и Алики. Судьба поджидает его в виде случайно увиденной где-то картины художницы начала века Ольги Розановой «Зеленая полоса». Он пошел домой, мне поразила эта история, пошел домой с этой работой, с этой картиной Розановой, он снял с тени одну картину и повесил эту. И он почувствовал, увидел, что это было как будто… Как будто чудо какое-то. Чудо. Как будто открыли окно на стену, и из окна вошел в комнату такой сильный свет, который стирал все другие картины, которые были вокруг. Эта картина перевернула всю его жизнь. Позднее он напишет, что это было как «Глаз Божий». Георгий с прежней фанатичностью начинает продавать весь этот фарфор малых голландцев, знаменитого Вато Перасмани. Взамен общепризнанных шедевров он тащит в дом фанеру, клеенки, на которых нарисованы какие-то закорючки, кубики, полоски. Вот он во всем был такой. Он ничего не делал вот так. Ничего. Вот он что-то находил, и вот то, что он делал, он всегда делал со страстью. Причем это делал, как будто это самое главное занятие в его жизни. Вот удивительный человек. Все, что он не делал, это было все на грани сумасшествия. Слава Богу, что это увлечение было такое, потому что, говорит, так же и всякие дурные увлечения, как факты, акоколь, женщины и прочее. Но увлекаться авангардом было не менее рискованно. Он и сегодня вызывает споры. Одни считают эти картины шедеврами, другие – мазнёй шарлатанов. А тогда разночтения не допускались. Авангард был признан политически вредным, а художники – неблагонадёжными. Так что собирать всё это было не только бессмысленно, но и опасно. Когда Костаки начал собирать свою коллекцию, то в музеях вещи совершенно не были представлены авангардистские. Где-то с начала 30-х годов новые вещи уже не появлялись на выставках, потому что шла компания борьбы с формализмом известная. И многие художники, большинство художников пыталось вписаться в эти новые требования. Был запрет на то, чтобы вывешивать эти картины. Были, конечно, и Кандинский, и Малевич, но все они были в запаснике, вход в который запрещён был посторонним лицам. В 1957 году, я помню, тайком нас проводили в Третьяковской галереи, в запаснике. Причём это было всё обставлено какой-то страхом каким-то, тайной какой-то. Мы шли вот так друг за другом гуськом, держась около стены, и нам показали в запаснике чёрный квадрат Малевича. Мы, конечно, шли увидеть, что есть такой чёрный квадрат Малевича. Почему он был запрещён? Потому что он был несовместим с соцреализмом. Он был несовместим с соцреализмом. А поскольку соцреализм выдвигался как главный творческий метод наших художников, главная цель наших художников, и сквозь него пробиться было совершенно невозможно. Вот я помню, как-то у него была в Костаке, и он как раз тогда Клюна открыл. Много купил Клюну у его вдовы. Она ему просто отдала даже всё. Какие-то гроши, можно сказать. Потому что всё же это не то, что не признавалось, это даже было опасно держать у себя авангард. Настолько его наша идеология не признавала. Например, были художники. У Дальцова была такая знаменитая, замечательная художница. Она уничтожила многие свои авангардные работы, боясь их держать у себя дома. По послевоенной Москве пронёсся слух, что Костаки собирает авангард. Странный грек неожиданно стал спасателем запретного русского искусства начала века. Конечно, Малевич, он не открыл. Малевич был известен, но он, конечно, спас и открыл любовь к Попову. Клюна, которого совершенно забыли. Кого ещё? Да кого больше вообще? Родченко. Родченко, которого совершенно не ценили как живописного художника, а ценили как фотографа в основном. А он был очень интересный художник. Древина, которого вообще расстреляли просто, поэтому его вообще никто не знал. Потом он открыл, например, заново такой художник Редько. Он поехал к его вдове, вдова его хранила, его ранние работы, и когда их увидел Георгий Дионисович, он просто загорелся всё купить. И она ему продала все эти работы, потому что у неё не было детей, она уже была старая, и она понимала, что без неё это всё пропадёт. А потом она ему сказала, знаете, у меня вот есть его большая картина, хотите посмотреть? И она вынула большое довольно полотно, она была скручена как-то вот. И он увидел потрясающую картину под названием «Восстание». Вот эту знаменитую ныне картину. Там было изображено всё политбюро, или как оно тогда называлось, с Троцким, с всеми этими людьми, которые вообще из этих людей половина уже к этому времени было уничтожено. Я просыпалась с Лениным. Я просыпалась, и вот на этой стенке у меня висел двухметровая, огромная, видите, в маленькой комнате что-то такое, огромная картина, которая называлась «Восстание», потому что он её не хотел показывать всем, он её хотел показывать только избранным людям. Это было небезопасно, потому что она была слишком, ну что ли, сильная, она политически сильная очень была, эта картина. Маленькая комната, он туда вводит, говорит, вот входите. И потом, значит, когда все вошли, там не очень яркий свет, какая-то небольшая лампочка, по-моему. И тут он произносит «Надеюсь, один из вас не предаст меня». КОНЕЦ Все были под большим впечатлением. Всё-таки он её сохранил, Витькова, мог бы за эту картину получить. Пулю. А картину он просто массу спас. В эти годы все эти картины лежали у вдов, у сирот, где-то под диванами, в диванах, в чуланах каких-то. Никто за ними не следил, они портились, их выкидывали на помойки. Ведь масса же картин погибло вот такого рода просто. А потом эти художники подвижали уничтожению даже и в музеях, понимаете? И велено было, так сказать, очень многое просто пустить вот так никуда. Но дело не только в официальном неприятии авангарда. Будь эти картины разрешенными, они всё равно не считались искусством. Многие друзья и родственники меня жалели. Среди московских коллекционеров у меня появилось не очень-то лесное прозвище «Грек-чудак», который приобретает никому не нужный мусор. Вспоминал Костаки. В течение нескольких десятилетий люди вокруг смеялись и говорили, да помрёт, у семьи денег не будет его похоронить. Смеялись вокруг, что он собирает мусор. Над ним смеялись, даже была статья как-то в газете, как же она называлась, «Безумный грек» или в общем что-то в этом роде. Это было несколько лет назад, я сама читала эту статью, что он, дескать, его считали чуликом немножко, потому что он собирал картины, которые вообще никто не покупал. Костаки пошёл к брату Поповой. Одна её картина висела в ванной просто, и на ней не то корыто висело, не то что-то такое. Брат любой Поповый сказал, что у неё на даче ещё есть работы Поповой, и Костаки туда поехал. Она на фанере писала одно время, такие конструктивные такие картины. Этой фанерой было забито окно в сарае. Просто было чердачное окно забито. На фанере она писала, тогда это довольно было. Ну, бедновато жили в 20-х годах после революции. Списали, на чём попало, на простынях, на фанере. Он просто сказал, я, говорит, не могу вам отдать эту картину, потому что мне надо окно забить. Привезите мне фанеру, я забью фанеру, и эту картину, если вам она нужна, я отдам. Вот такое было отношение даже у родственников. Он поехал в Москву, посольство, попросил своих дворников, там, ребят, не знаю, шофёров, вырезать точно этот размер, а можете побольше. Привёз. Они сняли Попову, заколотили фанеру, и он её забрал домой. И вот эта самая Попова у нас вот так вот висела на потолке. А потом к нам приходил какой-нибудь человек и в книге для посетителей писал, кто позволяет этому греку грабить русское искусство. Тоже было. Всё непросто, всё непросто, но интересно. В 60-е годы картинами авангардистов были плотно завешаны все стены в квартире. В пору оттепели она стала московской достопримечательностью. Костаки завёл даже книгу отзывов, как в музее. Сюда потянулись студенты, художники, искусствоведы, писатели, поэты, актёры, зарубежные политики. Дом буквально кипел. Сегодня эта книга для посетителей хранится в музее «Коллекция Костаки» в Салониках. Сегодня были в одном из самых лучших, самых живом музея мира. Я не пьян. А, чудно! Это Сергей Юрский пишет. Вот это Стравинский. Это вообще первая надпись, которая была сделана в книге гостей. И это был 1962 год. А вот это Евтушенко. Он был первый раз в Италии. Он немножко, по-моему, научился чуть-чуть итальянского. Смотри, как пишет, как профессионал итальянец. Я думаю, что пишет как пьяный. Я не знаю. Наверное, все немножко были. Конечно. Хотя Юрский там пишет, что я не пьяный. Я не пьяный. Вот Марина Владя, а вот здесь где-то Володя. Был здесь. Впервые. Хорошо бы сказать, потом вновь я посетил. Вот эту подпись я хорошо помню. Еще целая компания была, потому что они писали одной ручки. Да. Такая компания была довольно звездная. Это Шагал, когда был у нас в семьдесят тридцать. Он в Москве. У Костяки в гостях. Спасибо, Марк Шагал. Вот и Вайда. Это Андрей Вайда. Замечательно. Он по-польски пишет. Я его помню. Большой такой красивый человек. Очень хорошо его помню. Эдвард Кеннеди. Вот, пожалуйста. А рядом с ним кто? Дэвид Рокфеллер. Наверное, легче сказать, кто не был, чем кто был. Потому что это были все. Дэвид Рокфеллер. Для художников-шестидесятников, так называемых нонконформистов, Костаки стал надеждой на то, что их творчество когда-нибудь будет признано. Дружеские застолья в его хлебосольном доме некоторым для них просто помогали выжить. Он поддерживал художников, покупая картины. Многие дарили ему свои работы, считая наградой уже то, что их картины будут висеть рядом с Кандинским, Малевичем, Шагалом, Родченко, Филоновым, Поповым, Татлиным, Лисицким, Некритиным. Это только некоторые из наиболее ярких имен из коллекции Костаки. Мы смотрели на искусство в какой-то мере глазами Костаки. Он делал такой прием для художника. И он наш пригласил в свое застолье. Оно всегда заканчивалось как гитара. Он играл, а его супруга Зинаида Семеновна ему подпевала. Причем он довольно хлебосольный такой был человек. И он ничего не экономил. Действительно, очень широко встречал нас. Он пускал всех. Я помню, я могла позвонить, могла сказать, Георгий Геонидович, вот мои друзья хотят посмотреть вашу коллекцию. Можно они придут? Он понятия не имел, кто такие. Пускай приходят. А иногда я просто без него некоторых людей водил по его коллекции. Где-то такой я доставал ключ у соседки, что ли. Он оставлял ключ? Да. И вот прямо там, так сказать, его не было, он пожалуйста. Мы ходили в миллионную коллекцию. Вообще просто шли мимо там к корсерши. Иногда спрашивал кому, а чаще всего и не спрашивал. Шли. И шли к Костаке. Никаких охран, никаких. Ничего. Один раз прихожу с работы. И открывается лифт. Перед лифтом сидит какой-то дядечка. Стол, стул, список. И он спрашивает мою фамилию. Я говорю, а собственно, что здесь происходит? Почему моя фамилия вам нужна? А мы все вот здесь по списку пускаем. А список 90 человек. Оказывается, к нам пришел архитектурный институт. И меня, значит, хотели вчеркнуть или вычеркнуть. Я говорю, нет, я здесь живу. К нам пришел, позвонил в дверь американец. И у него в руках был путеводитель. В котором написано, коллекция Костаки такой-то адрес. И он к нам пришел. Потому что путеводителем был наш адрес. Вот так никому не нужные картинки, которые он упрямо тащил в дом, оказались шедеврами. Отсутствие специального образования обернулось отсутствием обузы в виде навязанных представлений об искусстве. Отсутствие профессии обернулось работой водителем, а впоследствии администратором в иностранном посольстве, что давало некоторую защиту от произвола власти. Но главной защитой Костаки от всех невзгод, его опорой в жизни, стало его семье. Здесь он находил поддержку всем своим самым безумным идеям. Я вообще за всю свою жизнь, я не помню, чтобы когда-то мама сказала, что, знаешь, дорогой, вот у нас нет денег, ты вот давай вот не покупай эту картину, а там нужно кому-то что-то из детей купить. И никогда этого не было. Он говорит, а сколько вы хотите за эту работу? Она называет 9000. Это много было денег по тем временам. Я картину у вас возьму, денег вам не дам. Это был такой шок какой-то. А денег я вам не дам. Заберете машину. Она новая. Какой-то был там молодой человек. Он говорит, молодой человек, пойдемте спустимся вниз. Стоит новый Volkswagen. И его достает из кармана ключи, кладет на стол. Вот. Значит, я картину беру. А если завтра я в 12 часов вам деньги не отдам, то машина ваша. Я вообще шок. На следующий день точно в 12 часов привозит им деньги. Он машину ему возвращает. И когда кто-то что-то предлагал, и он не мог, он уже вечером сидел вот такой вот весь, где достать деньги, где достать. То он звонил моему мужу, или я сними там столько, это мне надо, позарез вот такие вот деньги. Потом он мне говорил, Иночек, срочно продавай свою шубу, я тебе на будущем лучше куплю. Или мамик, ты вообще не ездишь на машине. Давай я продам эту машину, а потом тебе куплю другую. И вот так вот постепенно он покупал, потом, как мы говорили всегда, одевает и раздевает. ПЕСНЯ 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 пела расставаясь ты мне говорила голос был потрясающий если бы она занималась если бы он не разрешил вроде бы он не разрешил они посмотрели какой-то американский фильм я была совсем а это наверное был перед войной наверное еще перед войной все совсем была маленькая и они посмотрели какой-то фильм может быть это был гон в этой выгнется не все на виду был какой-то красивый американец усиками и мама не подумав с кем она имеет дело сказала что какой симпатичный мужчина и все и я не знаю сколько ночей он приходил подвыпивший и у него были нарисованы точно такие же усики как у этого американца он и так значит показывал свое недовольство но один раз она его проучили когда он начал пришел чё-то разъяренный домой а когда она стянула скатерть она взяла его любимую статуэтку старинную фарфорову и опал так нет нет у нее характер кроткая я кроткая но у нее характер был молодец молодец и потом а потом он значит чуть чего там скатерть могся один раз она взяла и полный был накрытый стол с очень хорошим фарфором там все и она это сделала раз и она его вылечила на всю жизнь он больше этого не делал семья жена и четверо детей буквально обожали его старшая дочь инна отдала своему 73-летнему отцу почку ей в тот момент было 53 года меня в тот момент не интересовало сколько он проживет меня интересовал тот момент чтобы он остался жив в тот момент я не думала об этом сколько он проживет это как болтас это от меня уже зависит однажды у него оказался профессор из америки который пригласил его почитать лекции о русском авангарде в американских университетах с огромным трудом кастаки добился разрешения на выезд и вывоз картин для демонстрации на лекциях после этого вояжа по университетам америки о нем заговорили по всем вражеским голосам 60-м годам когда на западе поняли что что есть русский авангард и что он нам определил вообще все мировое искусство 20 века тогда стало понятно что то чем занимается кастаки это не чудачество не дурь а что то что он занимался настоящим искусством то что является генеральным направлением искусства 20 века власти раздражало то что грех чудак не только собрал весь этот хлам который чушь нам но еще и определяет судьбу презираемых властью художников нонконформистов его коллекция стала настолько весомой что попадание в нее чьей-то картины автоматически делала ее автора известным на западе и ставила на нем виртуальный ценник сам того не подозревая кастаки делал художников знаменитыми всего лишь включив их в свое собрание и власть привыкшая что казнить и миловать это ее прерогатива было бессильно что либо с этим сделать к нему ходили люди смотрели его искусство авангардное она была запрещена скотч и это была какая-то агитация не в пользу социализма поэтому он мешался первое что было для него большим потрясением это пожар на даче когда подожгли дом второе потрясение было когда он обнаружил что его пригласили выехать за город на шашлыки и квартиру ограбили в москве начали раздаваться всевозможные звонки телефону к папе и говорили ему открытую что ты сам себя ограбил что ты все сам переправил за границу а кого-то подозреваешь в грабеже никакого грабежа дескать не было ты сам все переправил за границу после этого папа сказал ни в коем случае из моего дома ничего не выносить и ко мне ничего крупного тяжелого никогда не приносить никаких сумок ничего как будто как ты старые друзья звонят какие-то там искусствовед не знаю кем они прикидывались вы сами георгий тянетесь отправляете за грани вот он поэтому боялся что не дай бог увидит вообще хоть что-то из дома выносится самое главное понимаешь то что такие звонки были после чего я сказала телефону больше не подходишь я беру телефон и им отвечаю этим негодяям а ты потому что он так расстраивался он уходил вот так потом руки тряслись в семьдесят четвертом году в москве состоялась знаменитая бульдозерная выставка картины художников с которыми георгий дионисович дружил и которых поддерживал поливали водой давили бульдозерами возмущению костаки не было предела и с присущим ему темпераментом он стал доказывать милиционерам что происходящее фашизм тучи начали сгущаться меня из россии не выгнали но вынудили уехать но без денег очкиться на западе большой семьей очень сложно поэтому я просил министерство культуры что может быть мы сделаем так я оставлю самую лучшую часть коллекции и большую ну скажем 80 процентов оставлю удар третяковской галереи они мне любезно разрешат вывести но не самые плохие но во всяком случае не лучшие работы на запад ему помог тогда семёнов это был очень хороший человек он был замминистра иностранных дел и он был вот представьте себе собирателем собирателем вот этого нового искусства вот он убедил тропу что есть смысл выпустить его с его коллекции чтобы он здесь не при перед глазами не маячил с одной стороны другой стороны он как бы делится и часть отходит вот советскому государству который это ценность тоже будет иметь хотя не будет показывать с этим предложением андропов вышел на поле берется к так что самым главным организатором это вывоз был владимир семёнов семёнов что ему семёнов сказал что я где ничего я конечно не должен был бы этого говорить но я вам скажу у нас в кгб есть мафия которая хочет завладеть в вашем вашем собрании и поэтому они на вас так давят после того как семёнов поговорил с андропом травля это прекратилось ему перестали звонить угрожать и так далее но спасти его окончательно чтобы он не уезжал он не смог была назначена комиссия вот я во главе этой комиссии был поставлен и мы начали у него на квартире делить эти вещи и ввиду того что он собирал русское искусство которое во многом не было в третийковской галереи то он решил что это будет правильный факт что он сам поспособствует вот обогащение третийковской галереи своим произведениями кастаки это он очень нервничал и он чувствовал что он отрывает от себя вот эту половину собранного кровью сердцем отрывает ведь это были какие времена вот когда кто-то оставался за границей то мы на этого человека смотрели как на покойника у нас было такое чувство что мы его похоронили понимаете вот и когда кастаки расставался со своими вещами у него тоже видно такое было чувство что это отрезано они кстати были выставлены целиком все что-то шло к третийковской галереи костаки еще будут здесь была мировая такая конференция музейных сотрудников что делать чтобы уже не просились запасники ну и тогда решили показать вот части коллекции кастаки которым передал кричковской галереи ну и сделали эту экспозицию и показали на нее сбежалось много народу когда же наступил день вернисажа я приглашение не получил написал об этой выставке воспоминаниях георгий костаки я был так огорчен и обижен что у меня подступил ком горлу хотелось плакать как бывало в детстве на следующий день я пошел в третийковскую галерею встретил манина и говорю как же так почему вы меня не пригласили министерскую культуру запретил он пришел ко мне с большой обиды но я им не мог сказать что ведь не я запретил и не мог вообще говорить с ним о запретах поэтому как-то так мы поговорили он с большой обиды говорил так в семьдесят седьмом году уникальная коллекция русского авангарда начала двадцатого века была разделена на две части специальным решением секретариата цк кпсс костаки разрешили вывести оставшуюся ему часть коллекции из ссср будь другой большей части его собрания теперь лежал в запаснике третийковки после выезда костаки из советского союза оставшаяся у него часть коллекции начала путешествовать по самым престижным выставочным залом европы америки и канады это был триумф русского авангардного искусства века 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А тут есть эти печати, разрешено вывозу из СССР. Такие печати есть почти во всех холстах. Разрешено, даже подпись есть тут, прямо на раме. Вот, пожалуйста, вот оно, вот оно, вот, разрешено к вывозу. Это где-то в 77-м году должно было выйти вот это разрешение на вывоз от Министерства культуры. Здесь и написано Министерство культуры, и подпись есть кого-то из Министерства культуры. Это тоже должно быть. Да, конечно. Посмотри. Вот, видишь, какая печать какая-то такая, еле видно. На всех, на каждой картине это должно быть. Здесь почти не видно. Ну, это Попова. Я помню, она у нас есть. Это совсем рано, Попова. Детская. И с двух сторон. Ну, и с двух сторон, да. Года четыре тому назад мне, например, родственники позвонили и говорят, что вот можем тебя поздравить вот в новом музее Третьяковской галереи на Крымской набережной. Значит, повесили работ 30 или 35. Ну, а тебе ни слова. Там ни слова, ни сказано, что это дар Георгия Денисовича Костаки. Ничего. Была выставка, и там было просто никто, никто не знал, что это вообще из Костаки. Там даже не было упомянуто дар Костаки. Просто как будто это из какого-то запасника Третьяковской галереи. Это было унизительно. Мы готовы назвать это тщеславием, гордыней, да чем угодно, только не стремлением человека найти смысл собственной жизни, остаться, оправдать свое земное существование. Способны ли мы осознать, что наше желание оставить свет на земле и стремление коллекционера увидеть свое имя подспасенными им от забвения картинами – это явление одного порядка. Не всякому удается воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела. А остаться хочется всякому. У него была такая бредовая идея. Он говорил, вот я куплю почему-то на Савеловского вокзала особняк, там, и, значит, сделаю вот такую, ну, как на Западе. Коллекция там, лили-лили, будет экскурсоводом там жить, какой там, какой особняк. Он еще Фурцевый предлагал, чтобы был музей авангарда в Москве. Он еще Фурцевый, в 60-каком году, конечно, было рано. Потом еще, потом с Пушкаревым какую-то хотели аферу провернуть, отдавал всю коллекцию в русский музей. Опять не получилось. Снали, что рано, что Пушкарева просто или в тюрьму посадят, или их точно выгонят. Он это очень хотел. Он не собирал, чтобы вот такие карманы набить. Нет. Он знал, что он делает. Очень хорошо знал. Действительно, он мечтал, чтобы его коллекция превратилась в такой самостоятельный музей, открытый для публики. И мечтал показывать народу то, что он собрал, и рассказывать о своих любимых художниках. Он Шлиман. Шлиман только без денег. Он как Шлиман. А у них, кстати, и могилы рядышком, где-то в 100 метрах. Они лежат очень близко. Он такой же, такой же оголтелый, понимаете? Вот так вот одна идея, которую он всю свою жизнь посвятил. Когда папа умер уже в сервятнике, тут же начали звонить, тут же начали просить, уговаривать. И, в общем-то, было решено, что распродавать коллекцию по кускам просто нельзя. Он приходил к художнику и снимал прямо вот так, целый пласт вот его жизни, его кухню, там, его записочки. У нас же это все есть. Вот Мария не даст мне соврать. Он все собирал. Ему было интересно все. Он не собирал картины на стену. Он собирал все. Все, что касалось этого художника. Это коллекция, это не просто картинки. Это был материал, который нужно было обязательно устроить в музей. Никак нельзя было вот это все куда-то опять распушить, куда-то это по неизвестным людям, чтобы даже по музеям, чтобы это потом разошлось. После смерти Костаки начались настойчивые предложения о покупке как отдельных картин, так и всей коллекции. Но неожиданно оказалось, что наследников волнует дальнейшая судьба картин после продажи коллекции. Какие-то люди приезжали и говорили, вот мы даем хорошие деньги, а дальше это вас вообще не должно волновать. Это вот, значит, не по адресу пришли, ребятки, понимаешь? Это не годится. А куда она дальше пойдет? Она пойдет в какую-то страну, это будет музей. Ты мне можешь это доказать, что это будет так и так и так. Десять лет переговоров. Это было совсем нелегко. Один вариант отпадал, другой, третий, четвертый. Ну вот, в конце концов, коллекция села предцами. И очень люди, которые его любили, ценили и знали, они к этому отнеслись как-то очень тепло и правильно. Они сказали, вот одна моя знакомая, которую папа очень любила, Ингелия Хатна сказала, ты знаешь, мне кажется, что как бы вот такое ощущение, что круг замкнулся. В 2000 году Греция купила у семьи коллекцию. Купила полностью эту коллекцию. Это, конечно, очень важно. Очень важно. И я так думаю, что это было и желание коллекционера, и его семьи, что коллекция была продана целиком. Странный грек-чудак распахнул окно, чтобы все увидели в этих картинах шедевры. Он верил, что их спасение – его миссия на земле. Верил, что искусство это рано или поздно будет признано во всем мире. Увезенная им в Грецию часть коллекции все-таки стала музеем. Через 10 лет после его смерти. Как будто сама судьба, которую он выбрал, покровительствует ему до сих пор. Уже будучи на Западе, Георгий Костаки повез в Америку картины для выставки в музей Гугенхайма. Приехал в Нью-Йорк. Музей оказался закрыт, и он не смог сразу передать туда картины, которые, как всегда, не были застрахованы. Остановился в доме у друзей. На следующий день их сын пригласил Костаки в кино. Когда они вернулись домой, то обнаружили, что квартира взломана. В распахнутом шкафу нет шубы, пальто, другой какой-то одежды. Все ящики в столах вывернуты, все бумаги валяются на полу. А пакет Костаки с картинами Клюна и Кандинского на полтора миллиона долларов мирно лежит на кровати. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok